Когда у нас солнца практически нет, кругом снег и то растающий. Георгий Павлович, ваше питье чая будет очень хорошо слышно на микрофон, поэтому вы так сильно наклеваете. Всем привет! Творческая мастерская Rolex Media представляет второй выпуск программы «Смоленская прачечная». Первый блин у нас ком не вышел, он вышел таким кирпичом и таким достаточно увесистым, что для меня было достаточно большой неожиданностью. И мы сегодня продолжаем. Саш, что у нас сегодня символ нашей программы? Ну, я бы, исходя из нашей информационной повестки, предложил бы в качестве символа стеклер. Почему? Я думаю, мы не будем объяснять, сейчас очень актуальным становится эзопов язык. Пусть наши читатели, мы любим и ценим наших читателей, у них замечательный интеллект и широкий кругозор, они поймут к чему. Дело в том, что когда мы уже записали прошлую программу, так получилось, что вот мы, когда употребляли, после того, как записали, появилась информация о том, что господин Огарков, который наш юбилейный строитель такой знаменитый. Огарков. Огарков, да. Он может быть экстрадирован в Россию и может быть даже скоро... Из Горной Австрии. Да, из Горной Австрии экстрадирован. И вполне возможно, мы скоро увидим в автозаке, едущем по улицам города Смоленска. Как ты считаешь, нашим смоленским руководителям есть чего опасаться? Скажет он, что он имеет такое? Ну, я думаю, что, учитывая, что он очень расстроен, как любой нормальный человек, которого насильно везут из Солнечной Австрии в Сумрачную... В Сумрачную Австрию. Особенно в декабре. Я думаю, что... Он может начать говорить. Да, даже в дороге. Нехороший человек. Лидиска. Хороший человек. Забыл. Даже в дороге с большим количеством обценной лексики. Да, я вот что... Чей адрес она будет направлена, я думаю, мы все понимаем. В прошлой передаче очень много, так сказать, склоняли имя нашего губернатора, мы даже решили в этой передаче вообще не упоминать его имени, но, в конце концов, не сошелся ли на нем белым клин, как-то... Клина белый свет, да. Хотелось бы все-таки ввести в наш лексикон еще одно имя и фамилию, да, а именно спикера Смоленской областной думы Игоря Ляхова. Вот, с моей точки зрения, данный уважаемый товарищ или господин, я не знаю, как к единороссу друг к другу обращаются, он незаслуженно отделен средствами массовой информации. Его практически нет в информационной повестке. Хотя, в принципе, так если разобраться, спикер областной думы по своему статусу, по своему кабинету, по своим привилегиям, по своей зарплате, он с постарим с губернатором. Ну, а говорят о нем совсем мало. Вот, я еще хочу спросить у тебя. С твоей точки зрения, вот, когда товарищ приедет в автозаке, Единая Россия как-то разделит ответственность, и Игорь Ляхов в том числе, за то, что делал этот замечательный юбилейный строитель? Это ли было в период правления Ляхова в том числе? Ну, я думаю, это вопрос очень интересный. Конечно... Вопрос, конечно, интересный. Да, у нас нет субсидиарной ответственности, исполнительной и законодательной власти за, скажем таки, не вполне законные решения. Что касается господина Агаркова, к нему есть масса вопросов у следствия, потому что юбилейные деньги освоены, причем большие деньги, а юбилейные объекты не достроены. Ну, то есть, если так... Я думаю, что поскольку эти деньги не выделялись из областного бюджета... Не выделялись в том числе из областного бюджета. То, конечно, вопросы могут возникнуть и к областному бюджету. Ну, я просто считаю, что... Ну, может быть, я не прав, вы поправьте меня, но с моей точки зрения, областная дума это все-таки определенный противовес исполнительной власти. То есть, исполнительная власть она исполняет, она является распределителем колоссальных бюджетных средств, и областная дума, она каким-то образом, так сказать, все это должна уравновешивать. Я с тобой бы согласился в той части по Единой России, что ведется работа недостаточная. И есть в Смоленской области примеры, где Единая Россия начинает проигрывать. 21 декабря в сельском поселении Стабна Единая Россия потерпела уже теперь полнейшее фиаско. Ранее Единая Россия, которая выдвигала большое количество кандидатов на выборы депутатов сельского поселения, проиграла со счетом 7-3. В итоге, на днях, бывший глава от Единой России, который даже не прошел в число депутатов, из числа которых назначали потом главу поселения, то есть главой Стабны теперь стал самовыдвиженец. И большинство среди сельских депутатов это тоже самовыдвиженцы. А единороссы проиграли. Мне кажется, вот эта история очень показательной. Почему? Потому что Стабна не попала в поле зрения соответствующих структур. Там отпустили дело на самотек. Ты считаешь? Я уверен. А я вот думаю, что нет. Нет. Всего Стабна, это же все-таки в 5 километрах от Смоленска, там золотые земли. Ты считаешь, что Ляхов отпустил все на самотек? Да. Я был в Стабне, не заметил я там золотых земель. Я знаком с некоторыми депутатами, бывшими и действующими. И хочу сказать, там проблем выше крыши, да и у Единой России своих проблем хватает. Это уже почти пригород Смоленска. Слушай, ну как Печерская, Стабна, потом следующий... Я согласен. Я согласен, что это рядышком, это интересно. Ты считаешь, что вот эта глава Бочеринская, которая пыталась, так сказать, вернуться в свое кресло путем развала третьего созыва сельского совета, она действовала в отрыве от Ляхова и России? Да, я считаю, что... Это была ее самодеятельность. Я считаю, что сегодня Единая Россия немножко разленилась до такой степени, что даже проспала выборы в пригороде Смоленска. Я думаю, что в скором времени мы пригласим сюда, в нашу студию, не в этой программе, сразу вам говорю, одного из депутатов Стабнинского сельского совета. Чтобы он нам рассказал, все подоплеку, у нас в гости будет немножко другой окраски, но об этом чуть позже. Саша, у меня к тебе неожиданный вопрос. Ты патриот? Ну, с определенного момента, да. А когда этот момент начался? Ну, после 200 грамм я всегда патриот. 200 грамм будут позже, сегодня были пока только 100. Я к чему спрашиваю, вот, так сказать, еще одно событие уходящей недели, да, это съезд патриотов, ты не принимал участия? В съезде патриотов меня не приглашали. Не пригласили, да. Ты не обиделся? Нет, я... А на кого? Ну, на тех, кто его организовал. Нет, я считаю, что Управление по патриотической работе, которое выступило организатором этого мероприятия... Отработало свою повестку. Отработало свою повестку, но я с большим уважением отношусь к коллегу Иванову, начальнику этого управления. Тебе не кажется, что его используют не по назначению, Алина? Я думаю, что, конечно, он мог бы приносить много больше пользы и региону, будучи вот как раз этим самым муниципальным руководителем. Он же до этого возглавлял Кордымовский район. Ну, а губернатор сказал, что он только и занимался, что флагами махал, какие-то патриотические акции. И даже бассейн, ты представляешь, он не смог с бассейном даже справиться, Саша. Ну, дело в чем? Может быть, мы решили не говорить ничего про губернатора? Нет, а почему есть губернатор? Ну, может быть, губернатор только это видел, другого не видел. Не знаю, если ты ездишь мимо Кордымова, Кордымова за последние пять лет... Жопа, Саша, жопа. Была, такое осталось. Вот этот идиотский зигзаг, вечно неприбранный асфальт. Дом у Олега Иванова хороший. Дом хороший. Коли же мы затронули тему патриотизма, нам сейчас нужно будет представить и нашего поста, который все-таки в определенной степени является в каком-то смысле лицетворением патриотических сил в Смоленской области. Как еще? Коммунисты, они же патриоты? Да. Итак, наш гость. Митрофаненков Андрей, Митрофаненков Андрей, за порядочного человека голосуйте, Смоляне смелей. Друзья, ну у нас сегодня в студии представитель партии КПРФ Андрей Митрофаненков. Наш гость пока еще не является депутатом ни Государственной Думы, вы не так давно достаточно активное участие в предвыборной кампании принимали. Не главой города тоже принимали участие, но тем не менее, я вижу, вы все-таки пытаетесь такое активное участие в политической жизни города Смоленск и Смоленской области принимать. Что вас столкнуло в политику? Из Еленского района? Да, да. Из довольно-таки неблагополучного теперь Еленского района. Ну вот, в том-то и дело, что Еленский район довольно-таки уже давно, он, скажем так, терпит бедствие. Я даже по-другому не могу слов подобрать. Это некогда успешный, очень такой сильный и мощный район превратился. Ну, он сейчас вообще достаточно нищий, настолько нищий, что у нас все про экономику говорят, что экономика у нас достигла дно. То есть вас нищета как-то сподвила вашего района, вашей молодой? Развал, развал, знаете, развал района, когда смотришь на то, как некогда успешные предприятия нашего района закрываются, и довольно-таки давно уже, знаете, они у нас в районе закрыты. Я, когда участвовал в выборах, смотрел, то же самое происходит сейчас в Ростове. Ну, как бы уже там завершающая стая. То есть вы опередили Ростов по экономическому развитию, в кавычках? Да, причем довольно-таки сильно опередили. Мы, наверное, вообще район лидер по этому показателю, потому что у нас были предприятия. У нас был кирпичный завод, у нас был сыр завод, льно завод. У нас был, у нас уникальный производство, у нас был обозостроительный завод. И все это... Андрей, я вот, да, я вас перебью. Мы можем говорить об экономической ситуации, и в Ельнинском районе, и в Смоленской области, эта тема вообще безграничная. Все-таки нас интересует ваша персона. Что толкнуло? Ну, все-таки, вы предприниматель, да, вы достаточно, наверное, неплохо зарабатываете, да. И, тем не менее, все-таки стали под знамены коммунистической партии. Вот, а почему КПР? Ну, а не «Единая Россия». Да, кстати. Отец, вообще-то, был в составе КПСС, второй секретарь новинковой партии на тот момент. И, в принципе, он достаточно молодым уже сделал такую, делал довольно-таки успешную карьеру, пока не разводился союз. То есть, у меня самые такие теплые чувства были всегда коммунистической партии. И, ну, почему не «Единая Россия»? Это партия, правящая партия власти. Знаете, когда на низах видишь, как это все работает, когда слово «политика» вызывает такой, знаете, тошнотворный рефлекс. От того, что происходит здесь внизу, потому что мы вот все слышим, как президент там говорит, да, какие он дает нам посылы, нам и, в том числе, своим сторонникам. А происходит все наоборот. Я сейчас смотрел его пресс-конференцию, но это ужас там. Люди в открытом говорят, вы говорите одно, а на местах-то делается другое. И вот в том числе в Еленском районе, когда действительно мы слышим громкие такие заявления о том, что надо делать для людей все в первую очередь, а на деле получается другое. Для людей практически ничего, я имею в виду для большинства людей нашей страны, делается только для конкретных людей. Поэтому КПРА. Потому что действительно считаю, что это единственная такая вот оппозиционная партия на тот момент, я считал, что это единственная оппозиционная партия, которая могла открыто говорить свои претензии. Андрей, позвольте я тоже задам один вопрос. Я бы хотел все-таки немного вернуться к экономике. На мой взгляд, действительно в регионе сейчас расходов намного больше, чем доходов. Это явный показатель того, что экономика у нас находится не в лучшем состоянии. То есть, вот на ваш взгляд, как, в общем-то, интересного предпринимателя, на мой взгляд, это вот какой-то, наверное, даже китайский вариант, да? Когда в КНР решили немножко отказаться от коммунистических стереотипов и заниматься бизнесом. Позволить в какой-то степени частную собственность. И это дало свои эффективные результаты. Вот на ваш взгляд, какие бы три первоочередных шага необходимо было сделать в Смоленской области для того, чтобы начать выбираться из этой экономической пропасти? Ну, вы знаете, вот на мой взгляд, говорить о Смоленской области в плане экономики, ну, очень долго можно. Да нет, по-моему, вообще такого рецепта, который бы вылечил нашу область сейчас. И мы бы, ну, как вы говорите, от спада перешли к развитию. По-моему, это для всей страны нужно искать лекарства. И такие, естественно, методы есть. Дело в том, что если взять чисто Смоленскую область, здесь достаточно все сложно. Я хочу сказать, что этот спад, ну, разруха, она началась тут давно, до действий. Ну, когда? Это 91-й год или, допустим, вот когда действовали... Нет, я считаю, с 2000-го года, потому что в 2000-м году у нас, ну, скажем так, произошел такой 2001-м переломный момент, когда нефть и газ стали стремительно дорожать, у нас вроде бы появилась там в стране куча денег, стали приходить инвесторы, но почему-то руководство области, ну, прямо такие, я не знаю, сторонили, что ли. Андрей, можно, давай, Саша. Да, я бы хотел немножко вернуться в тему прикладной политики. Вот вы недавно подавали документы на должность главы города Смоленска. Все-таки вот расскажите, как так получилось, что вашу медицинскую справку не приняли и в конечном итоге не допустили вас до участия в этом конкурсе, до трибуны городского совета, где бы вы могли высказать вот эту свою позицию? Там действительно были какие-то козни? Я просто вот можете коротко ответить, да или нет. Были какие-то козни, либо вы... Когда речь идет про справку, я всегда вспоминаю бывшего психиатра Смоленской области Владимира Дятлова, который говорил, что вы знаете, ну, я не хочу переврать его фразу, но в целом речь шла о том, что неплохо было бы освидетельствовать всех кандидатов на должности, как в исполнительной региональной власти, так и в законодательной. Но по поводу медицинской справки, коротко говорю, никаких козней не было, действительно ошиблись в больнице, и мы дали не тут справку, потому что... Это не больница начартная, случайно? Нет, это я в Елене, я в Елене не хотел, но в Елене все знаю, да, я приехал туда, когда уже было минимум народа, за два часа я прошел всех врачей. Почему ошибка произошла? Потому что там на самом деле, кто составлял документы на конкурс, вот эти вот перечень документов, я не знаю. Я заполнял анкету на госслужбу, но справку надо подавать по форуме медицинской, по форуме 086У, а не на госслужбу. Я не понимаю, как так. Два документа совершенно противоположны друг другу. Тем не менее, вот справку мою не приняли, были основания, это, я считаю, конкурсная комиссия поступила правильно. Андрей, вы не переживайте, ваш земляк стал. Главой города земницкие теперь будут руководить Смоленском. Я думаю... Но следующий этап, я так понимаю, Андрей, это все-таки выборы в областную думу, даже, наверное, в этом снилось. Ну, в 2018 году, вы знаете, вот, честно сказать, сыт. Сыт. Мы никак не можем пройти мимо съезда патриотов, который прошел на днях. Вас пригласили. То есть, вот на ваш взгляд, вот, что такое патриот в Смоленске сегодня, в Смоленской области? Патриот Смоленского области, наверное, как и патриот нашей страны. Это человек, действительно, который делает хорошие дела бескорыстно. Делает, действительно, отдает всего себя на... Ну, пусть будет на благо нашей Смоленской области. Но, честно говоря, таких людей не много. Я не считаю, что я патриот тому, что... Вы самокритичны. В полной мере. Не люблю хвалить ни себя, скажем так, не рассказывать о своих добрых делах, хотя меня часто ругают за это, говорят о том, что об этом нужно рассказывать. Я в какой-то мере, может быть, и считаю, что да, но когда читаю хвалебные какие-то статьи, когда люди сами о себе пишут, ну, тоже, знаете, не очень так приятно, когда думаешь, ну, господин, ты вроде бы за это деньги учить бюджет получаешь. Он сам себя хвалит, что это вообще, это неправильно. Я не получаю из бюджета деньги, но тем не менее статьи не пишу и не заказываю, что я там что-то сделаю. Ну вот, вы же бескорыстно у нас здесь присутствуете, и вы заплатили нам. Скажите честно, вот на камеру. Андрей, я бы, я просто уточнить, ну, вот на ваш взгляд, съезд патриотов, это благое дело, он даст какие-то положительные результаты, начнется консолидация, какой-то процесс, или же вот это все-таки формальность? Я думаю, да, для галочки, нормально. Да, для галочки. Сейчас создали движение, вот это юноармейцы, мы как раз вчера об этом разговаривали, ну, скажем так, раньше были комсомольцы, они сейчас есть, национальность к области, об этом никто не говорит, что у нас есть много комсомольцев, которые действительно делают добрые дела, их можно назвать патриотами, потому что на сегодня это большая редкость, когда дети бескорыстно что-то делают. Для людей поживого возраста, для пенсионеров, ветеранов, которые еще подостанет. А создали юноармейцы вот это движение, и все, о, все закричали, господи, что это такое, это же удивительно, это что-то новое. Это как забытое старое, на самом-то деле. И сейчас много шумихи пошло. Я только за, чтобы такие движения были, и нужно детей, в первую очередь, приучать к патриотизму. Вот у нас юноармейцы ели, и картошку развозили, там предприниматель один откликнулся, они картошку развозили пенсионерам. Молодцы, из деревень даже приезжали дети на помощь. Это же, это великолепное движение. Вот это будет работать. Вот эти все съезды, они нужны, конечно, нужны для того, чтобы благодарить людей, действительно тех людей, которые работают в этом направлении. У нас специалист Хохлова Наталья, это, я считаю, уже выдающаяся личность, она и поисковик, она и патриотикой занимается. Это человек, который за сущие копейки, который сейчас платит, это действительно сущие копейки, она выкладывается на все сто. Андрей, ну, очень приятно было с вами познакомиться. Действительно вижу, что вы, так сказать, вот раскрываетесь в беседе, и, так сказать, у вас есть глубина мысли, есть реальные достижения, поэтому нам остается вам только пожелать, чтобы вы в дальнейшем свои мысли и свою энергию направили и направляли на вот это позитивное русло. Ну и в 2000-м году у нас выборы в областную думу, в 2018-м успехов. Спасибо большое. Спасибо. Ну и главное, чтобы благодаря вашей помощи Смоленская область наконец-то толкнулась одна. Одна, да, известно.